А почему вы считаете, что вот лучшим выбором для России был бы президент Путин? Вы можете себе представить, что Путин пойдет на выборы и за него не проголосует? Кто за него голосовал? У нас, кого не спросишь, никто не голосовал. Вот лично мне уже не хочется 6 лет смотреть в экраны и ждать, когда придет что-то хорошее. Комната для девочек. Закрыта. Вот здесь вот такой вот антураж перед входом. Повод для того, чтобы очень внимательно присмотреться сегодня к тем, кого мы включили в состав России. В том году, когда мы, Ева, были украинские, а в этом году они казахи. Все очень здорово, я вас поздравляю с этим. Здесь можно подскользнуться, все уже схватилось ледяной коркой, подскользнуться и сломать себе ногу. А вот там просто утонуть можно. Привет, друзья! Меня зовут Иоанна Курбанова. И вы на моем YouTube-каналі Курбанова Лайф. А это свежий, щоденний выпуск російської кринджатини и их пропаганды. Тут мы собираемо найбільші зашквари, найгучніші их заяви и, звісно, приклади того, как они брешут набагато частіше, а не ж роблять вдох и выдох. Тож, не забывайте на старті нашої програми обовязково лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Обовязково подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, аби посилювати наш інформаційний супротик и посилювати команду наших подписчиков. Вот эта мусорка располагается между домами зиповская 34 и 36. Управляющая компания Репина. Мусор складируется і не вивозиться. Вот стоят 5 контейнеров, которые каждый день мусорная вивозит компания. Весь остальной мусор почему-то храниться кучей. Неделя уже лежит, а никто его не убирает. Итак, друзья, мы находимся в новом парке столицы Луганской народной республики, парк ВЛГСМ. Парк, который в прошлом году только открыли после реконструкції. Я вам хочу показать, в каком состоянии сейчас единственный общественный туалет города Луганской, всей Луганской народной республики, потому что больше у нас нет общественных туалетов. Вот смотрите, комната матери ребенка закрыта, причем уже давно. туалет для инвалидов специально здесь подъезд. Вот такая красивая урна эстетичная. Закрыто. Действительно, зачем им потерпят, доедут домой. Дальше комната для девочек. Закрыто. Вот здесь вот такой вот антураж перед входом. К деньгам. Так. Комната для мальчиков. Открыто. Запах. Просто запах. Хорошо, что он не передает камера. Хочется блевать. Смотрим. Вот так вот. Вот так вот, да? Дальше. А здесь просто режет глаза управление администрации города Луганска. Вы без Собянина вообще ни на что не способны. Вам только сделали за федеральный бюджет туалет для жителей. Вы его хоть раз обслуживали? Я вот это отправлю в администрацию Собянина. Кто там у нас городской средой командует? Возьмитесь, в конце концов, за этот проект. Единственный туалет в городе Луганске. То есть, мамочкам с детьми не нужно туалетом пользоваться. Инвалидам тоже не нужно. Девочкам не нужно. Мы все должны ходить вот это, если это можно назвать туалетом. Друзья. Они не в состоянии даже обслуживать один-единственный туалет на всю республику. О чем вообще они вещают? Это их лицо. Кто? Кто сейчас руководит городом? Вот это ваше лицо, ребята. Просто слов нет. Одни эмоции. Буквально орви шагор сьогоднішні заяви від російської пропаганди. Как и завжди в эпицентрі всієї уваги. Завжди знаходиться головна самиця. Так то фактично тримає всю російську пропаганду. Взагалі, здається, що вона найідеальніший приклад того, як могла би виглядати самка боломола. Тому що спочатку вона розривається своїми фейками, своїми вкидами і жовчок. Ну а потім здається, що всім іншим учасникам пропагандистських ток-шоу вона просто відгрызає голову. Про що я? Далі ДВМС. І він спрашиває, а почему ви считаєте, що лучшим выбором для России був би президент Путін? Я вот задумалася, як їм объясняти. Я кажу, ви жили тут в 90-е? Даже сейчас ми опустимо, що вона зараз відбувається СВО. Війна, по сути. І це було б як-то странно посреді таких глобальних событий в мире і в нашій країні, що президентом вдруг стал кто-то другой. Я думаю, що навіть якщо наш президент і подумав об цьому, то щоб уйти вже на покій, передати якому-то заслуженному чоловіку бразды правління, то, конечно, він не мог би этого зробити зараз. Але якщо відбросити це. Я кажу, ви в 90-е тут жили? Да, жил. Я кажу, ну що, ви не помните? Ви не помните, як пенсіонера, яким не виплачивали місяцами пенсію, а пенсія, навіть якщо її виплачивали, ніколи в те годи не доходила даже до прожиточного минимума? Вона в лучшем случае составляла процентов 40 от прожиточного минимума. І вона не обеспечила даже минимальні фізіологічні нужды никакого чоловіка. Т.е. ми відставимо купити себе тёплую куртку, сапоги, ми говоримо о тому, щоб просто покупати себе пищу, достаточну для пропитання чоловіка в місяць. І ви не помните, як пенсіонера с вилами і с кольями у нас в Росії перекрывали мосты, захватывали железнодорожні переїзды. Я ж це не придумала. Я маленькая була, подростка, але я це прекрасно помню. Ви не помните, какой был безнадёга какая була, як нас научили презирати самих себе, як моє покоління этому учили, вдалбливали в нас це в школах в 90-х, в усій медіки, в усій поп-культурі, щоб ми презирали свою собственну історію. Ви не помните цю повальну нисчету? Посмотрите даже на постсоветське пространство. Що в Україні толку от того, що у них бесконечно менілася власть? І як крепко себя чувствують, наприклад, Казахстан, в якому все совершенно по-другому, в якому. Правда ж? Нас смешно с ними об этом говорить. Но нам смешно не должно быть. Я уже теперь хотела бы обратиться к нам, щоб предостеречь нас от того, що становиться все заметніше с кожним днем, особливо в приближении выборов. Вот эта извечна наша забава, такой тяни-толкай в одной лодці. Нас не должно интересовать собственне место в лодці. Нас должна интересовать судьба самой лодки. Потому что, если лодка перевернется, совершенно все равно, какое место ты там занимал. А мы сейчас стоим не на пороге, а в дверном проеме тектонических изменений в мире и тектонического противостояния. Угрозы, которые наша страна, не побоюсь этой аналогии, не видела со времен татаро-монгольского ига. Ну, вы меня извините, а какие выборы? Ну, вот вы себе... Ну, вот вы можете себе представить, что Путин пойдет на выборы и за него не проголосует? Нет. Ну, и все. О чем разговариваю? Понимаете, мы же рассматриваем абстрактные варианты. Да и если он не пойдет на выборы, то его преемнику что еще должен предъявить новую программу? Вряд ли эта новая программа будет... Со старыми либералами. Ну, конечно, да. Так что тут даже вопросов нет. То есть у Путина есть программа, он ее объясняет. Каким для России будет 2024 год? Ну, если все будет нормально, это будет год очень сильного рывка. Но при этом есть много разных врагов, которые очень хотят взорвать. Рывка. Это что значит? Экономического роста и улучшения жизни населения. То есть такое будет как бы резкое ощущение позитива в обществе. Когда оно должно произойти? Я надеюсь, что в ближайшие полгода эта ситуация прояснится. Другое дело, что нам хотят все взорвать. Мы видим Северный Кавказ, мы видим Закавказье, мы видим ситуацию с иммигрантами. И надо, конечно, много чего делать. С демографией в том числе. У меня есть еще один вопрос. Пожалуйста. Он не совсем относится к году семьи, больше к экономическому вопросу. Хотя касается каждой семьи в том числе. Это организация в нашей стране более конкурентной обстановки в сфере продуктового ритейла. У нас на данный момент существуют две крупнейшие сети. Это такие, как Магнит и Х5. И конкурентов у них практически нет. Предложение это создать государственную компанию ритейла, которая могла бы конкурировать с ними и в ней задавать правила. Ну, то есть, например, наценки, возможность встать на полки отечественному производителю и так далее. Ну, у нас это предложение изложено в записочке, я могу ее передать. Давайте. А где записочка? Обязательно посмотрим. Я понимаю, в чем здесь проблема. В том, чтобы крупная компания государственная либо с госучастием могла бы влиять на рынок и могла бы способствовать продвижению товара, в том числе на полке магазинов. Но с уходом конкурентов в иностранных в целом ситуация все равно стала получше, но все равно двигаться нужно. Я понимаю. Там есть на чем работать. Поработаем. Спасибо большое. Да, вы знаете, что хотел бы отметить? Вот я сейчас вас слушал, вот на чем себя поймал. На том, что вот вы, бывший офицер, летчик, вы там были успешным. И то, что вы остались в службу, не ваша вина, а просто государство так себя повело в отношении армии в свое время. Но вы и в мирной жизни на гражданке себя нашли. Вот что значит такая военная закваска. Все очень здорово. Я вас поздравляю с этим. Спасибо большое. Я еще раз подчеркиваю, да этим извинениям грош цена. Их надо сейчас наизнанку вывернуть. Чем они занимаются? Телефончики посмотреть? Что там за чатики? Очень интересные вещи могут найтись. Потому что осталась какая-то часть этих людей, которые нам вовсе не благодарны. И у этих еще хватило ума это все снять, поэтому мы этих дебилов в лицо знаем. А многие будут гадить тихо. То есть дело даже не в том, что они должны сейчас просто языком вылезать эту школу, чтобы всем остальным было неповадно. Но это еще раз я подчеркиваю повод для того, чтобы очень внимательно присмотреться сегодня к тем, кого мы включили в состав России. Сьогодні російськие соцмережи особливо солодки. Насправді я иногда радую от того, что попри заборону и то, что VPN в Росії намагаются приглашать и не дать им возможность им существовать, они все равно безконечно используют эти соцмережи для того, чтобы нам и всему святу показать, как сегодня живет как глубина Росія, так и великие их местные. Одним словом, как бы в них не было соцмереж, их обязательно нужно было бы им провести. Потому что то, что мы откопали сегодня, это действительно неимоверный скарб. Здравствуйте! В Москве грабители украли из квартиры, кота и его лоток. А так житель Сахаліда пробивает себе путь снегоуборочной машиной. В Хакасии после ремонта труб подвалы многоэтажек затопило каловыми масками. В Москве собаковод шил своему питомцу норковую шубу. Московская школьница забеременела от мужа своей бабушки из врачей незадержанной. Против проводницы, одежный кот, наблюдая за петербуржцами на Галерной улице. Пять человек находятся в больнице после того, как в Петербурге автобус вылетел на оживленный тротуар. Тем временем в Стрельне местный выпивох разгромил кафе из-за невкусной шавермы. Патриарх Кирилл выступил против празднования Дня Святого Валентина. Миноборона России назвало терактом крушение ИЛ-76 в Белгородской области. Московская пенсионерка пыталась заказать убийство своего сына, чтобы заполучить имущество. Боец Магомед Зайнал выпал с 10-го этажа, спасая кота в Ростове. В Петербурге на уроке физкультуры у школьника загорелся китайский смартфон. Подробности в ТГ. В Пензенской области пенсионер жег дом своей возлюбленной, чтобы она переехала к нему. Всего вам доброго. Крахлы? А чё, Мочилова не будет? Не будете? Как говорится, за своё. Ну ладно, Умань, вас отжали евреи, теперь они пляшут, а Россия вас еб... Ну, сегодня дядька сказал всё в том году, когда мы, Ева, были украинские, а в этом году они казахи. Ну и как вам за корни сглотнули? Не, нам тихуй, мы русские. Мы на Адама с Евой не претендуем, мы тупо по землям своё забираем, как и ваши союзники. Они молодцы, так и сказали, пока эти лохи нам дякают. Мы ждём, когда Россия их ракует. И мы так тихочка, скромночка вроде помогаем и заберём своё. Ну и, короче, вы останетесь со своим пятачком. А главный дякула к своим союзничкам и будет жить-поживать, а добра он уже нажил. Ну а вы так и будете бегать на пятаке, искать своего славу. Вы дядьку того однорукого с культяпкой позовите, красиво орёт. Ребята, ребята, слава, слава! Вот видео, Москва. Улица Академика Бакулива. Люди барахтаются в снегу. Вся улица не убирается со стороны парка Тропарёвского. А вот это дом мэрии. Вот это дом мэрии сотрудников. Вся улица не убирается. Кто голосовал за Собянина? Нашли же такие, да? Вот приходите и снег убирайте на улице Академика Бакулева. Кто за него голосовал? У нас, кого не спросишь, никто не голосовал. А кто голосовал, приходите. Ну вот, да, город Белгород. У нас так построили, такие укрытия. Короче, мы поняли, что сюда вот бежать, да? Вот туда вот, в укрытие. Да, прямо туда надо сесть в лужу, папкой с документами закрыть голову и петь гимн. Объявление на помойке рядом с мусорными баками. Пустые консервные банки не выбрасывайте, а кладите в мешок. Своих не бросаем. Сейчас я вам покажу подъезд великой супер ядерной державы, где очень мало бедных. Великая армия, великий скрепный народ, великодуховный. Вот так живут великодуховные россияне. скрепы, величие. Скрепы, величие, духовность. Всё это здесь. Такую страну не победить. Не победить. Мы всегда будем так жить с великим Путиным. и партией Единая Россия. Вот чем топят. Газ даже. Про газовый кризис мы здесь ничего не слышали. Потому что газа у нас нет. Мы же газовый держав. Мы Европе отправляем. Китай. Сейчас, правда, Путин Европе кран перекроет. И европейцы замёрзнут. И, наверное, в этот дом наконец-то проведут газ. Мы надеемся очень на великого Путина. Это отдыхает Владимир Владимирович Путин, другие его люди, помощники. Это называется посёлок Завидово, Конаковского района. Там выстроены огромные отели, дома, в котором они отдыхают сезонами. И при дороге есть посёлок. Я всё время удивлялась, откуда там огромные, высотные, красивые дома. Когда посёлок стоит на трассе, вообще между городами, оказывается, там земли, ну, я так предполагаю, выкупила Норильская нефтяная какая-то компания. Строят эти дома. Дома они продают своим служащим, те, кто у них служит. И вот так потихонечку захватываются земли. Москвичи ездят отдыхать, местная власть ничего не может сделать. А, скажем, из Норильска приезжают вот так потихонечку. И люди не видят вот этой разницы, как живут олигархи, и как через дорогу живут люди, которые страдают от неправильного питания, от отсутствия отопления, от маленьких зарплат, работающих сутками там. Вот лично мне уже не хочется шесть лет смотреть в экраны и ждать, когда придёт что-то хорошее. Я хочу честного... Улицу делали газификацию. Так вот прорыли дорогу. Вот у себя они засыпали землёй. Здесь вот ходят дети в школу. Обратим внимание, что ни одного фонаря нет у нас, хотя обращения были и всякие. Дорогу они просто напрочь убили. Убили напрочь. И ещё одна немаловажная проблема. Они делают сброс, и вся вода вот топит посёлок. Вот этот дом, с правой стороны, он весь... Вода пошла уже через дом. Сейчас начнёт таять снег, и улица вообще... Посёлок будет вообще затоплен. Колея по колено. Когда начинаются дожди, вот этот сосед затоплен. Вообще полностью всё плавает. Уже и писали, и МЧС вызывали. Здесь полезно. Вот он плывёт, плавает. Речка идёт прямо под дом. Эпичные кадры. Смотрите, друзья. Эпичные кадры. В центре Челябинска. Вот так вот. Как корабли у нас. Машины. У Паровского всё перекрыто, вся улица. Транспорт не ходит. Вот вы можете видеть, стоят троллейбусы. А здесь огромное море. Не перейти его, не проехать. Надо что-то переплыть. Стоит вереница троллейбуса. Все люди, все машины объезжают, где могут. Что здесь произошло? А мы же знаем. Но это не на вашей территории, не в больнице? Точно, да? То есть авария где-то здесь? Ну, где-то там авария, не знаю. То есть у вас всё чисто, сухо? Ну, проверяют пока. Как раз сейчас мы находимся у здания областной болицы, она за моей спиной. Мы видим, что здесь проезд перекрыт. Сотрудники ДПС всех разворачивают, но вот отдельные смельчаки всё-таки идут на пролом по вот этой слякоти. А всех остальных машин их разворачивают, и они едут по Блюхера. Сейчас это всё залезневает, покрывается корпус. Здесь вот такая вот снежная каша на проезжей части. Здесь авария? Нет, не здесь авария. Авария там, здесь перекрываем. А где точно авария? Где-то в районе станции перерывания крови. К утру всё это заледенеет. Нам сказали, что авария где-то в районе областной станции перерывания крови. Сейчас уже вся эта каша превращается в каток. Вот, блестит. Это тот самый порыв, точнее его последствия. Вот, кидаем камень, точнее кусок льда. Во, здесь можно подскользнуться, всё уже схватилось ледяной коркой, подскользнуться и сломать себе ногу. А вот там просто утонуть можно. Ну вот, смотрите, уже пошла техника. Как такие большие корабли по морю. Сейчас, видимо, будут лужи разгонять, не иначе. Вон какие волны поднялись. Чувствуете себя на берегу Северного Ледовитого океана? Всё утонуло. Припыли, товарищи. Море, море. А самое весёлое утро будет завтра. О, вот эти автомобили. Кто-то припарковал здесь свои два автомобиля. Завтра всё замёрзнет. Видите? Вот техника пошла. Разгоняем лужи. Ничего не разгоняется. Ну зачем-то она идёт. Итак, мы дошли до областной станции переливания крови и видим, что вода уже на территории станции. Обратите внимание. Вот, завтра здесь будет каток. Очень аккуратно вдоль флагбаума идём, идём. С риском для швы. Идём. О, мы пробрались. Вот, тут люди тоже, видите, ходили. Просто потому, что по тротуару идти невозможно. Всё заполнено водой. О, если вы здесь пойдёте, вы здесь провалитесь по колину просто. Вода уже под снегом. Поэтому, идёте. О, боже. О, боже, осторожно. Держитесь, это просто. Нормально. Вот такой бурный поток воды бежит сейчас вот на проезжую часть. Здесь работает трактор. Вот Медакадемия. А как вы сюда заехали? Очень не ехали. В общем, этот неизвестный мужчина нам пояснил, что прорвало трубу холодного водоснабжения МУП ПВВ. Опять МУП ПВВ. Вот, вот соль. Видите, это не льд, это соль. Вот сейчас ей посыпают дороги. А ось тепер видихаємо, тому що ми з вами таки дійшли до фінішу сьогоднішнього випуску. Сподіваюсь, що ви, як і я, отримали величезное задоволення від того, як ми препаруємо, розбираємо і добираємо найцікавіше, найфіеричніше із того, що є на московських болотах, що свідчить, що кінець вже надзвичайно близько. Не забувайте, друзі, лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ще раптом цього не зробили. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі! Дякую за перегляд!